Девушки отдыхают В очередь за модернизированными материалами начали выстраиваться и зарубежные соседи. В первых рядах партнеры из Турции и Чехии. Запустить расширенное производство первой очереди надеются в декабре. Сегодня в новом производственном корпусе продолжаются работы по строительству котельной. На сегодняшний день потребительские запросы оказались выше существующих заложенных норм. И поэтому мы сейчас увеличили закупку линий до 15 штук. Соответственно и корпуса тоже будем увеличивать. Но обслуживать линии нужно соответственно большее количество народа. И поэтому на сегодняшний день мы даже планируем сейчас строительство уже на плане строительства, на этапе строительства. Мы запланировали около 50 раздевалок, только мужских. Это обусловлено тем, что в круглосуточном режиме работы будет 4 смены. Ну и где-то по 6-7 человек в каждой смене. Это только операторов. Заседание инвестиционного совета свидетельства резидента особой экономической зоны учредителю компании вручил губернатор. Поддержать рублем производственный потенциал компании «Нема Круз» руководство области мотивировало создание дополнительных рабочих мест. Больше сотни новых специалистов будут трудиться над созданием головок блока цилиндров автомобильных двигателей для южнокорейского концерна «Хиндай» на территории индустриального парка «За Волжье». Проект предполагает собой расширение производства, строительство нового корпуса для механической обработки, а также расширение текущего производства по литейным мощностям. Мы были первыми в регионе, кто получил статус регионального инвестиционного проекта. Это для нас очень важно, потому как те льготы, которые предоставлены региональным правительством, очень существенно повлияли на то коммерческое предложение, которое мы дали нашим партнерам, и в результате этого мы получили номинацию. Программа глубокой модернизации технического перевооружения ожидает и уже действующее производство. Статус регионального инвестиционного проекта присвоен строительной корпорации «Авиастар-СП». На реконструкцию действующих технологий и закупку более 200 единиц нового оборудования потребуется порядка 4 миллиардов рублей. Обновленное производство позволит ускорить выпуск основной продукции завода – тяжелых транспортников Ил-76. Я необычный горд, что в нашем регионе сохранилось и действует такое мощное, динамично развивающее предприятие, как «Авиастар». Согласитесь, оно не смогло бы выжить, пережить нелегкие годы, тяжелые кризисы без активной поддержки президента, который здесь неоднократно бывал. Благодаря этим совместным усилиям мы не только смогли с вами спасти завод, не только сохранить, а наоборот даже существенно увеличить коллектив, но и смогли обеспечить его заказами на многие годы вперед. Задача уже буквально в течение трех лет выйти уже на производство как минимум одного самолета в месяц. Это очень амбициозная задача. Единую точку входа для всех, кто готов инвестировать в регион, представил руководитель корпорации развития Ульяновской области. Последний шаг в рамках губернаторской программы «10 благоприятных шагов по улучшению инвестиционного климата в регионе» сделан. Изучив прототип личного кабинета инвестора, цифровизация всего документа оборота на одном портале перестает быть сказкой. Ну и основная, конечно, цель – это возможность получить дистанционно, не выходя из своего офиса, инвестору налоговые статусы льготные, разрешение на строительство. Ну то есть все виды господдержки, которые инвестиционным проектом оказываются, можно будет получить удаленно через вот такой вот интернет-портал, через личный кабинет инвестора. Для крупного бизнеса, который обращается за нашими услугами, даем всю информацию, что он попутно может в Ульяновске получить. Таким образом будем направлять поток еще и на наших партнеров из других институтов развития Ульяновской области. Особый статус регионального инвестиционного проекта позволяет снизить налоговую ставку на прибыль организации до 10%. Ставка федерального налога на имущество компании с 2020 года составляет 0%. Законодательные инициативы по улучшению инвест-климата действуют в регионе первый год.